Цветовые модели RGB, SMIC, Grayscale, HSB, HSL, Lab Некоторые из вас, наверное, уже слышали эти названия, но не понимают их значения. Это цветовые модели, используемые в компьютерной графике. Они служат для описания цветов в определенном диапазоне. Были приняты цветовые модели, которые используют три первичных составляющих цвета. Таким образом, любой цвет рассматривается как смесь из трех основных цветов. Например, освещение сцены при помощи трех прожекторов. Каждый из них излучает один цвет, и контролируя их передвижение и мощность, на сцене можно воспроизвести практически все цвета. Давайте рассмотрим каждую цветовую модель. RGB, или так называемая аддитивная цветовая модель, состоит из трех первичных цветов. Красный, Red, зеленый, Green и синий, Blue. Как видно на картинке, если смешать все три цвета, то получится белый, а отсутствие цветов – черный. Другая цветовая модель – ЦМИ, или субстрактивная цветовая модель, которая состоит из циан, МАДЖЕНТО и желтого, ЙЕЛЛОУ цветов. Если вы были внимательны, то уже догадались, что они являются смесью пар из RGB. То есть, если в RGB смешать красный и зеленый, то получится желтый. Если зеленый и синий, то циан, а синий и красный – МАДЖЕНТО. И наоборот, цвета из RGB являются смесью пар из ЦМИ. По сравнению с RGB здесь все наоборот. Если смешать все цвета ЦМИ, получим черный, а отсутствие цветов – это белый. Итак, если в цветовой модели RGB в редакторе нам надо получить красный цвет, мы зададим следующие параметры. Зеленому и синему значение 0, а красному – 255, так как яркость каждого цвета в RGB определяется интенсивностью от 0 до 255. Для того, чтобы получить желтый цвет, надо синему задать значение 0, а остальным – 255. И так далее. Также для записи цвета в RGB используют 16-речную систему. Например, красный – это хэштег FF400, белый – хэштег 6F, черный – хэштег 6 нулей, желтый – хэштег 4F00 и так далее. А в цветовой модели ЦМИ у каждого цвета основным значением является непрозрачность и определяется процентами от 0 до 100%. Например, белый цвет можно получить таким образом. Циан 0%, маджента 0%, еллоу 0%, а красный – циан 0%, маджента и еллоу 100% и так далее. Вы спросите, а что же означает буква K в аббревиатуре ЦМИК? На практике обойтись только цветами ЦМИ не получается. Черный цвет при печати выглядит скорее грязно-коричневым, серый же на серый не похож. Также проблематично создавать и темные оттенки цветов. По этой причине добавлена еще одна составляющая – черный цвет K. Расшифровка этой буквы может быть разной. Бытует мнение, что буква K – это последняя буква из слова Black, так как первая буква B используется в значении RGB. Есть и другое мнение, что K произошло от слова Cobalt, что по-немецки значит темно-серый, но это тоже неоднозначно. Следующая цветовая модель – это Grayscale. Изображение в цветовой модели Grayscale многие ошибочно называют черно-белым, но это не так. Черно-белое изображение состоит только из черных и белых цветов, в то время как Grayscale, который переводится как оттенки серого, имеет 101 оттенок. Это градация цвета Cobalt от 0 до 100%. Следующая цветовая модель, которую мы и рассмотрим – это HSB и HLS. Здесь цвет управляется такими параметрами, как Hue – оттенок или тон, Saturation – насыщенность цвета, и Brightness – яркость. Параметр Hue – это цвет. Определяется градусами от 0 до 360, исходя из цветов радужного кольца. Параметр Saturation – процент добавления к этому цвету белой краски, имеет значение от 0 до 100%. Параметр Brightness – процент добавления черной краски, также измеряется от 0 до 100%. Аналогично этой модели цветовая модель HLS, которая расшифровывается как Hue, Lightness, Saturation. Иногда используется для коррекции света и цвета в изображении. И последняя цветовая модель, которую мы рассмотрим – это Lab. В этой цветовой модели цвет состоит из Luminance – это так называемая светлота, и A и B – это цветовые гаммы, соответственно, от зеленого до пурпурного и от голубого до желтого. То есть, двумя показателями определяется цвет, и одним показателем определяется его светлота или освещенность. Для веб-дизайна мы с вами преимущественно будем использовать цветовую модель RGB, а для печати – CMYK. И несмотря на то, что RGB является стандартной цветовой моделью, точный диапазон отображаемых цветов может быть разным в зависимости от приложений и устройства вывода.